Это одна из наших крайних позиций. На передовой до противника буквально метров 700. Сегодня здесь тихо. На тишину бойцы надеются и завтра. У них в окопах нет телевизоров и интернета. Но о каждом новом раунде политических переговоров о мире они знают за несколько дней и ждут их с нетерпением. У них как бы срабатывает такой инстинкт, как у ребенка. Вот это нельзя делать. Значит, это обязательно нужно сделать. Ребята с передовой не знают, что должны сделать политики, чтобы прекратилась война. Но на собственном опыте ощущают. За 8 месяцев поддерживать противника местные стали куда меньше. Ситуация в уши стороны меняется. Их меньше стало поддерживать население. Эти бойцы общались и с бойцами российской армии. Говорят, многие из них тоже не хотят воевать. Они приезжают сюда, не знаю вообще, куда и что. Думаю, что на борьбу с фашистами. Когда у них спрашивают, видели ли вы этих фашистов в глаза или как там еще что-нибудь, какой-то там геноцид российского народа. Нет, не видели. Миру хочут все. Питание только в другом. Какую цену мы за этот мир должны заплатить? Я на данный момент жертвую отсутностью дома. То, что сын растет без меня, то, что дружина сама находится. Риэлторы, водители, юристы. Все они мобилизованы. И каждый говорит, война никому не нужна.